Начинать? Yes! Да! Ну давайте начнём! Всё, начинается! Я представляю с участницей города Харьков, это Инна Васильевна Гобадя! Развеши свежого, развеши меня, развеши меня! Инна Васильевна Гобадя! Добрый вечер! Инна Васильевна, какая интересная фамилия! Грузинская? Нет, это африканская фамилия моего покойного мужа! Нет, ну а чё, прикольная фамилия Гобадя! Единственное, вот я вообще, я понял, что у вас хорошее чувство юмора! И вообще хорошая ирония, вы, я думаю, легко шутите над собой! Ну а что теперь всю жизнь быть несчастной? Я просто в анкете, с каким животным себя ассоциируете, вы написали бегемот, но это же нехорошо, а себе-то так! Нет, нет, вы знаете, дело вообще не во внешнем сходстве, нет! Я понимаю! А вы это просто чувствуете, да, внутренне? А, любите в ванной лежать, да? Ну хорошо, пусть будет и так! Да, кем вы работаете в Харькове? Кассиром в супермаркете! Ну и как супер? Для другой программы! Ага, ясно! Значит, разговор что-то у нас не клеится! Тогда, Инна Васильевна, давайте сразу к игре перейдем, может быть, вам так будет проще, а потом, если пойдет, поболтаем! У меня просто шутки, я как бы рассчитывала, что будет Галустян, ну не берите это лично к вам, нет, не в этом случае! Я тоже рассчитывал! Я могу, я могу выйти! Нет, нет, вы можете к нему обращаться как Галустян, ему, ну реально, если это нужно! Самое смешное, что и Женя думал, что будет Галустян! Не, мало того, Женя до сих пор думает, что он Галустян! Так что, не стесняйтесь, как хотите, пожалуйста! Я же думаю, что вы для Галустяна готовили хорошие что-то шутки, теперь можете плохие про него говорить! Инна Васильевна, у вас есть одна минута, чтобы заставить комиков смеяться! Вы не волнуйтесь, мы за вас болеем! Сейчас вы легко выиграете тысячу гривен, я абсолютно уверен! Удачи! Русские, самые лучшие колдуны в мире, любой может наложить проклятие под дверь соседу! Только, только мы можем нанести себе черепно-мозговую травму, показывая другому, что тот дурак! Это мы знаем, что Гондурасам быть хуже, чем Гваделупой! Вы выиграли тысячу гривен! Это правда! А судя по шуткам, вы как раз готовились к Евгению Гошевову! Отлично! Ну, ваши шутки, да? Да! Ну, тогда поздравляем, вы с легкостью заработали тысячу гривен! И я практически не сомневаюсь в том, что пять тысяч гривен достанутся вам так же легко! Вы хотели бы продолжить игру или заберете деньги? Хотела бы! Что? Продолжить игру! Я даю вам еще одну минуту! Спасибо! Это у нас армянин может изображать таджика в передаче под названием «Наша Россия». Это мы после указа о запрете продажи спиртного несовершеннолетним научили ходить в магазин с собак. Это наши мужики лезут купаться голыми, потому что верят в русалок и надеются. А вот это я называю улыбка на миллион! Улыбка Владимира Зеленского стоит пять тысяч гривен! Что будем делать, Инна Васильевна? Я не знаю, я растерялась! Возможно, вы не привыкли слышать такие предложения, но я предлагаю вам десять тысяч гривен, а за это не прошу немного взамен, всего лишь минуту смеха. Не, ну, пять тысяч тоже деньги. Но у меня еще много осталось. Инна Васильевна, вы продолжаете игру! Хорошо! Минута! Это для нас столы, поставленные на свадьбе буквой «П» в самый страшный лабиринт. Это мы придумали альтернативный способ выраживать гостей. Мы не просто показываем семейный альбом, но и школьные дневники всех членов семьи. И я готов сказать, что вы идете на рекорд. Семнадцатая секунда! Смех комиков! Десять тысяч гривен! Это, видимо, жизненно. Я, честно говоря, не перехвалить бы, да, Инна Васильевна, и мы, это Дима на задаче, там с вами разговаривать и торговаться, но не перехвалить бы. То есть, я просто хочу для себя, вот честно, это точно все вы писали. Ну, некоторый сын писал, ну, ему пятнадцать лет. Ну, а вот вы вдвоем с сыном пишете? Ну, супер. Спасибо. Инна Васильевна. Да, да, я вас слышу. Ваше состояние на сегодняшний момент оценивается в десять тысяч гривен. Это внушительный выигрыш в нашем шоу. Но вы можете удвоить ваше состояние и уйти отсюда действительно богатым человеком. Я предлагаю вам двадцать тысяч гривен еще за минуту юмора. Вы знаете, я за пять тысяч растерялась, а как я растерялась за десять тысяч, это вообще... Дело в том, что сейчас мы предлагаем вам двадцать. Это вдвое больше, на что вы рассчитывали, и вчетверо больше, что вы могли себе представить. Всего лишь одна улыбка, и вы получаете двадцать тысяч гривен. Вы заставили смеяться комиков в течение пятнадцати секунд. Это потрясающий результат, никому это не удавалось сделать. Испытайте свои силы, заработайте еще больше. А зачем вам деньги, кстати? Ну, вообще я рассчитывала купить ценную гитару, но если выиграю больше, тогда и струны к ней куплю уже. Дело в том, что за эти деньги вы сможете купить и гитару, и Сергея Чентури одновременно. Ну что, двадцать тысяч гривен на кону. Берете минуту? Или забираете деньги? Давайте еще я вам что-нибудь расскажу. Минута пошла. Блестящая игра! Ваш выигрыш! Двадцать тысяч гривен! Громче аплодисментов! Инна Васильевна, Го-пати! В шоу-раслище комиков зарабатывают двадцать тысяч гривен! Браво! Инна Васильевна, Дело в том, что за пятьдесят тысяч можно купить не только гитару и струну, можно и сына. Не-не. Вова! Вова! Достань пятьдесят тысяч. Хорошо. Ну, я кассиром работаю, знаю, как они выглядят. Не обязательно. Так что, Вове доставать или нет? Вова, доставай. Хорошо. Пять. Десять. Женя, что ты по штуке? Это до утра будет. Сорок. А, нет, это ж по пять. Видите, вы ж кассир. Три, четыре, пять. Знаете? Ну, и еще столько же. Есть, Дим. Мне кажется, это пятьдесят. Перед вами пятьдесят тысяч гривен. Через минуту они могут быть ваши. Я, конечно, самых смешных еще не читала, но двадцать тысяч. Инна Васильевна, А можно просто вас Инна называть? Инна? Да, пожалуйста, конечно. Инна, А как вы жили раньше без этих денег? Погано. Ну, так так и продолжите, если проиграете. Ну, и что? Не, вы знаете, вы своими распоряжаетесь, ну и что? А моими не надо. Получил, облюбил. Дело в том, что пятьдесят... Вы кассир, вы ведь точно знаете. Пятьдесят — это больше, чем в два раза больше, чем то, что вы выиграли сейчас. Вы и двадцать-то не могли представить. Пятьдесят тысяч гривен перед вашими глазами. О, да вы математикой счетуете. Заберите. Возьмите пятьдесят тысяч. Нет, я возьму двадцать и уйду. Мы очень хотим отдать вам пятьдесят тысяч гривен. За одну удачную шутку. По-моему, это сделка века. Соглашайтесь. Да, но если бы у меня не забрали предыдущие двадцать, то, ну, конечно, да. В конце концов, вы пришли сюда за деньгами или за шутками? Вы меня прям в такой тупик поставили этим вопросом. Ну, если вы сказали, что самые смешные впереди, то что бояться, да? Ну, наверное. Хотя это очень дальше, Дима. Всё. Инна. Нет, нет. Я двадцать тысяч забираю и ухожу. Ну, целуйчики. Поздравляем. Вы выиграли двадцать тысяч гривен. Моё настроение вообще отлично. Я очень рада, что сюда приехала, что поучаствовала. Не ожидала, конечно, что что-то выиграю. Поздравляем.